Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. И я, Мария Бересневич, смотрите сейчас. Тур по истории. Школьники из Беларуси и России готовятся к большому путешествию. Очень хочу побывать в Ржеве. Куда еще отправится поезд памяти? Покурил напоследок. На пролетарской погиб мужчина. Повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Стоит ли затяжка жизни? Фитнес-браслет и эйрмаксы. В Бобруйске прошла спартакиада среди работающей молодежи. Всем, конечно же, в этот день желаем победу. Кто вырвал первое место? А также Александрийские поля, космический полет и памятная дата. В стране 22 июня пройдет минута молчания. Во сколько нужно отложить дела в сторону? Эталон сельского хозяйства в зоне критического земледелия. Президент посетил Александрию. На малой родине главы государства находятся экспериментальные поля, где с помощью новых технологий выращивают различные культуры. Белорусский лидер проверил, как созревает урожай, а губернаторы и ученые рассказали о перспективах уборочной кампании. Александр Лукашенко поставил задачу по достижению валового сбора зерновых в 10 миллионов тонн. Рапс – это деньги, то, что нужно крестьянам. Около миллиона тонн рапса мы должны получать. Надо выходить на миллион. Это должно переломить сельское хозяйство. Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху, а голод будет в мире, будет, даже я уже в это верую, несмотря на трепатную политику. Будет, и если мы обеспечим продовольственную, мы уже ее обеспечили, сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко-мясо. Одна из проблем нашего сельского хозяйства – короткий период вегетации. Опыт возделывания нужно распространить и на другие хозяйства страны. К слову, в планах у ограли в 5 миллионов тонн свеклы, 934 тонны картофеля, 560 тысяч тонн овощей и 182 тысячи тонн плодов и ягод. На запах табака и гари в обруске на пожаре погиб 46-летний мужчина. ЧП произошло в пятницу около 15.30 на Пролетарской. В комнате в бессознательном состоянии спасатели обнаружили хозяина квартиры. С ожогами 80% тела его доставили в больницу. На следующие сутки горожанин скончался. Погибший и нигде не работал. В результате пожара повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Предварительной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета. С начала года в Бабруйском районе произошло 88 пожаров. Огонь унес 19 жизней. В масштабах всей страны это свыше 3000 УП и 354 человек, в том числе 4 ребенка. Металл с мятку. В Бабруйском районе столкнулись две иномарки. ДТП случилось в субботу вблизи деревни Ликарта в первом часу. На перекрестке Ауди поворачивала налево и не уступила дорогу американцу, который ехал по встречке. В результате аварии 55-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Потребительский кредит, следующий тест и стихийный пляж. Белорусские спасатели внедрили новый метод профилактики трагедии на воде. Как это работает? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня. Принять участие в ней может каждый. В 12.00 нужно остановиться на 60 секунд и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу. За годы войны в стране было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров. Более 9 тысяч деревень. Погибло 2 миллиона 400 тысяч человек. Беларусьбанк возобновляет выдачу кредитов. Потребительского до 5 лет и на оплату обучения. Имеющие счета в белорусских рублях клиенты могут оформить овердрафтный заем. Срок предоставления – 2 года. Погасить его возможно за 12 месяцев. Размер процентов – 21. Белорусские спасатели успешно опробовали новый метод профилактики трагедии на воде. С воздуха наблюдали за несанкционированными пляжами, где запрещено купание. Пока обследованы Минская и Витебская области. Это маршруты, где тяжело проверить акваторию с земли. Через громкоговорители людям напомнили о правилах поведения. ЦТ по обществоведению сдали более 12,5 тысяч абитуриентов. Следующее испытание по математике – 21 и 22 июня. 24 числа выпускники напишут тест по биологии. 26 по иностранным языкам. 28 по химии. 30 проверят знания по физике. Последний предмет – всемирная история. В стране подготовили список кандидатов для полета на МКС. В него вошло 29 человек. Требования – гражданин Беларуси от 25 до 40. Владение английским и высшее образование по направлениям. Физика, химия, биология, математика, ракета-космическая техника. Далее российская госкорпорация проведет свой отбор, по итогам которого выберут основного космонавта и дублера. Сезон дорожных работ в самом разгаре. Специалисты взялись за Ульяновскую. От 50 лет в ЛКСМ даджи Никидзе. Здесь уже срезали старый асфальт. Сейчас кладут новый 850-метровый участок – один из самых больших проектов этого года. В мае на отрезке Дворца искусств до Центральной больницы уложили около 2000 тонн асфальта бетона. Водители по-прежнему призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать авто у обочины, чтобы не мешать спецтехнике. Путешествия по моментам истории. Школьники из Беларуси и России готовятся к туру по городам двух стран. За две недели 200 ребят пообщаются с ветеранами, посетят музеи и мемориалы. Финишируют поезд памяти в столице в День независимости. О последних приготовлениях к масштабному проекту Карина Гуревич. Каролина Рак уже несколько недель студирует интернет и собирает вещи. Девушку ждут необычные каникулы. За две недели увидеть, быть может, больше городов, чем за всю жизнь. Такая возможность выпадает нечасто. Но сначала этап подготовки – пошив исторического костюма, прохождение медосмотра и сбор документов. Я бывала в местах боевослава в Беларуси. И я очень хотела бы побывать в таких местах, только в России. Очень хочу побывать в Ржеве. Там находится памятный мемориал, который был открыт президентом нашей страны и России. Интересно все. Там очень насыщенная программа. Герои войны – настоящий пример мужества, стойкости и преданности своей стране. Убеждена Валерия Окунева. Для девушки поезд памяти – не просто познавательная поездка, а еще один шаг на пути к мечте. Школьница планирует посвятить жизнь защите Родины и считает, что это под силу не только парням. Я учусь в классе военно-патриотческой направленности. И меня очень интересует эта тема. Поэтому к нам приходили разные курсанты из военной академии, всяких университетов и заинтересовали меня в этом. Поэтому я тоже хочу поступить. У Захара и Назара Березовских за плечами не один исторический проект. Парни готовы часами любоваться военной атрибутикой, читать справки и рассматривать трофеи. Масштабное путешествие для ребят – дань памяти предкам. Оба прадедушки прошли войну. Поэтому братья уверены – в них течет кровь победителей. У нас дедушка, получается, он был главнокомандующий 32-й стрелковой дивизии. Он дослужился по окончанию войны до генерала-полковника. Мы очень гордимся. Гордимся обоими дедушками. Мы рады, что у нас родители патриоты. Нас всегда из детства они возили на всякие мемориалы, на памятники. С детьми мы ездили, мы останавливались, фоткались. Я никогда раньше даже не слышал о таких масштабных проектах. И очень хочу там поучаствовать и жду новых впечатлений, новых знакомств, нового опыта. Я участвовал в конкурсе «Ты был уручанин» как раз таки здесь. И я знаю историю военного периода нашей страны. И будет очень интересно послушать историю России. Поезд памяти отправится в путь из Бреста 22 июня. А финишируют 3 июля в Минске. Ребята посетят 14 белорусских и российских городов. На каждой остановке участников ждет насыщенная программа. Во время путешествия школьники познакомятся с историческими и культурными объектами. Узнают больше о событиях Великой Отечественной и пообщаются с ветеранами. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Время запастись протеиновым коктейлем и энергетическим батончиком. В Бобруйске прошла спартакиада среди работающей молодежи. Соревнования уже больше 15 лет объединяют участников. В этот раз на базе 35-й школы встретились 14 команд. Военные предприятия, колледжи и спецслужбы. Этот старт на торжественном открытии доверили победителям предыдущего года, представителям МЧС. Спорт – это жизнь. Мы сплочаем нашу молодежь, наши трудовые коллективы. И всем, конечно же, в этот день желаем победы. Но главное не победы, а главное участие. Потому что наши команды всегда очень ждут этот праздник. Команды испытали свои силы в разных видах – троеборье, футболе, дарте, плавании и поднятии гири. Среди наград – спортивный инвентарь от мячей до палаток. Золотую медаль и переходящий кубок снова забрала команда МЧС. Серебро у работников ТДА. Бронзу вырвала белшина. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»